Безусловно, центральной темой минувшей недели в Башкортостане были действия в отношении экс-руководителя штаба Навального в Уфе, организации, признанной экстремистской российскими властями Лилии Чанышевой. На прошедшей неделе, как вы знаете, прошли обыски и задержания в стане бывших руководителей этого башкирского отделения штаба Навального. Я сразу оговорюсь, что он признан экстремистским и запрещенным и так далее, и так далее на всей территории Российской Федерации, повторяться больше не буду. Так вот, конечно, очень много разговоров и обсуждений было на тему того, что Чанышеву задержали, арестовали, практически молниеносно прошел суд по решению о мере пресечения, и несмотря на то, что адвокаты указывали на наличие недвижимости у Чанышевой и возможности отбывания домашнего ареста, однако суд принял решение о ее помещении под стражу до 9 января 2022 года, и более того, речь идет о том, что ее в ближайшее время должны этапировать в СИЗО номер 6 города Москвы, и судя по всему, речь идет о том, что следственные действия и следствие в отношении самой Лилии Чанышевой идет в рамках большого дела Алексея Навального, которое, видимо, идет вслед за тем делом, которое уже привело Алексея Навального на нары и в места заключения. Много, повторюсь, было разговоров, много было эмоциональных заявлений, скриков, взвизгов и так далее, в том числе и злорадных со стороны, там, например, Зульфии Гайсиной. В первую очередь коррупция у нас начинается с самого главного человека, фамилия которого Путин. Дальше она распространяется уже по цепочке на всех его друзей с кооператива «Озеро». И поэтому нам необходимо требовать, чтобы именно этот кооператив «Озеро» ушел от управления нашим государством. И пришли новые люди, которые не связаны никак с сегодняшней политикой власти, которые не находятся в системе, которые еще могут сделать гораздо больше, чем просто собирать митинги и выражать свое отношение к коррупционной системе. Вы поддерживаете меня! Они все должны уйти! Важнее понять, насколько задержание ареста Лилии Чанышевой может негативно повлиять на имидж нынешних башкирских властей. И я говорю о том, что, в принципе, в других регионах, где были руководители штабов, подобного явления не случилось, а вот в Башкирии случилось. Конечно же, Чанышева была как кость в горле Хабирову, но не сказать, что уж она тут была каким-то совсем решающим фактором, актором или политическим деятелем, но в определенном смысле Хабиров, конечно, как человек очень злопамятный, затаил на нее злость и в том смысле, что она лично его зацепляла там с этими нарядами корены. Ну и в большей степени, наверное, история минувшего января, когда достаточно большие массы людей вышли по призыву структуры Навального на улице, и вот это было более массово, чем в других регионах России, на это не могли не обратить внимание, естественно, федеральные власти, ну и в определенном смысле это, конечно, ставилось в вину самому Хабирову, и вот Хабиров как бы отыгрался. Хотя, конечно, повторюсь, что задержание Чанышевой – это действие со стороны федеральных силовиков, и действие в отношении Чанышевой – это действие в отношении в целом структуры Навального и лично в отношении Алексея Навального. Не могу сказать, что Чанышева была каким-то заметным политическим актором в Башкирии, всегда деятельность ее была, на мой взгляд, вторична, хотя бы потому, что у них первичен только Навальный, а все остальное – это исполнение его указаний, его установок и его решений. Вообще, вот эта вот организация вокруг Навального – это в большей степени, конечно, политическая секта, нежели реальное полноценное политическое движение, там и отношения выстроены были именно на таких достаточно сектантских принципах. Больше всего удивляло в этом всем то, что они относились всегда так – либо вы с нами, полностью разделяя наши точки зрения, наши установки, либо вы практически против нас, даже если вы не согласны с какими-то деталями или еще чем-то. Но особенно, если кто-то был, например, не согласен с единовластием, абсолютным диктатом руководства, начиная от самого Навального и заканчивая той же самой Чанышевой, которая тут, условно говоря, руководила башкортостанским отделением вот этого движения. В общем, конечно, это многих смущало, в том числе и меня. Соответственно, многие относятся к этому всему с осторожностью. Некоторые не принимают этих всех вещей. Многие еще помнят о том, каким был другим Навальный до того, как он стал федеральной фигурой. Я имею в виду то, как он яростно участвовал в всевозможных русских маршах и прочих не очень приглядных политических событиях, которые он сейчас старательно пытается забыть. И в последние годы он стал таким очень даже европейским политиком, значит, таким причесанным, приглаженным. А совсем еще недавно он был таким вполне себе почти русским фашистом. Ну, ладно. В целом, возвращаясь к Чанышевой, могу сказать, что это событие, в принципе, закономерное. В том смысле, что российские власти действительно не могли остановиться в том движении, которое они затеяли в отношении Навального, и Навальному нужно с их точки зрения состряпать новое уголовное дело и новый срок, потому что у него этот буквально через год-полтора закончится. И, видимо, он будет повторять в определенном смысле судьбу Михаила Ходорковского, когда ему все новые и новые обвинения будут подшиваться к его судьбе. А Чанышева, ну, вероятнее всего, конечно, Чанышева здесь разменная монета. Не знаю, насколько там ею будут пользоваться следователи в Москве в ходе большого этого уголовного дела. Видимо, жизнь покажет. Пока на данный момент крики, вопли, вскрики, значит, и всевозможные громкие заявления на эту тему, которые, вероятнее всего, конечно, ни к чему не приведут, потому что это абсолютно федеральный процесс, который не будет придавать значения тому, как среагировал регион на то, что там, ну, вот, задержан руководитель регионального штаба. Ну, посмотрим. В ближайшие пару месяцев, наверное, станет понятно. Однако, то, что Чанышева увозят из Уфы, и дело будет расследоваться там, это, конечно, слегка отдаляет нас от информации, и, судя по всему, ставит окончательный крест на деятельности структур Навального в республике Башкортостан. Все-таки возбудили уголовное дело против вот этого мальчишки, который распылял газ из баллончика на площади перед памятником Салавата Юлаеву, когда там собрались люди, озабоченные судьбой монумента. Да давайте не доходить, это не дело. Ой, а кто? Он помил? Откройка, покажи, пожалуйста, какой плакат забрал этот блогер. А есть видео, нет? Откройка, держите его! Задержите его, задержите! Чертовый баллончик у него! Задержите его срочно! Так, я хочу написать заявление. Могу я сейчас заявление написать? Он больной или что? Надо выяснить. Долго, прямо несколько недель, следственные органы мучительно пытались, видимо, не завести это уголовное дело, однако там есть и заявление пострадавших, и видеосъемки события, то есть все вот это все настолько есть, что не завести уголовное дело по статье хулиганства не смогли. То есть 213 статья, до пяти лет лишения свободы, светит этому юноше, который совершенно, на мой взгляд, немотивированно применил вот эти вот ядохимикаты в отношении граждан на площади. Я полагаю, что следствию и впоследствии суду нужно, наверное, обратить внимание на социальную опасность вот этого деяния, на абсолютную осознанность этого деяния со стороны этого молодого человека. То есть это очень важно, на это обратить внимание и вынести решение именно в контексте подобных факторов, потому что, к сожалению, дурной пример и заразителен. Если вот этому мальчишке с баллончиком вот это все сойдет с рук, вот этот ущерб здоровью, который он нанес, каким бы тяжким или не тяжким он не был, вот это, в общем-то, ну и моральные страдания, которые тоже людям были причинены, это все нужно принимать во внимание. Если это сойдет с рук, к сожалению, это может стать поводом для того, чтобы в дальнейшем люди, ну, там, условно говоря, пытались повторять вот этот, в кавычках, подвиг вот этого мальчишки. Я полагаю, что здесь было бы уместно показательное наказание этого юноша. Ну, не обязательно это должно быть лишение свободы, но, во-первых, это должна быть обязательно судимость по уголовной статье хулиганства, чтобы, например, в дальнейшем люди понимали, с кем они имеют дело, чтобы это был по-настоящему судимый человек. И, во-вторых, нужно дать понять обществу, что подобные методы в дискуссии неприемлемы. Нужно дать понять это тем, кто его туда отправил, а я нисколько не сомневаюсь, что за ним кто-то стоял, причем кто-то очень хорошо откормленный с широко висящими щеками в ранге вице-премьера правительства Республики Башкортостан. В этом я нисколько не сомневаюсь. И, соответственно, вот этим людям нужно дать понять, правоохранители должны дать понять, что так поступать нельзя. Так в Российской Федерации люди себя не должны вести, даже если им кажется, что это политическая борьба. Прошедшая неделя отметилась, на мой взгляд, огромным количеством действий со стороны Суда, Следственного комитета, Федеральной аниматомольной службы в Республике Башкортостан. Причем все эти действия, о которых я говорю, направлены против решений, которые были приняты в той или иной сфере командой Хабирова, либо самим Хабировым лично. Это, конечно, говорит о том, что в Республике царит абсолютная разновидность беззакония, которая привнесена в атмосферу Республики. Вот это и, как не смешно это будет звучать, команда юристов Хабирова. Юристы Хабирова во главе с юристом Хабировым внесли столько много беззакония в Республику, что сейчас и следственные органы, и судебные органы, и контролирующие органы с ног сбились отменять те решения, которые принимаются вот этой вот командой, с позволения сказать, управленцев. Ну, давайте обо всем по порядку. На прошедшей неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного изменения генплана города Уфы. Начиная с 2019 года и дважды в 2019 и 2020 годах, Горсовет утверждал изменения в генплан и правила землепользования в городе Уфе без общественных слушаний и обсуждений, что является абсолютно незаконной практикой. На основании вот этих подтвердившихся фактов об этом было возбуждено уголовное дело, и Следственный комитет сейчас расследует эти события, выясняя, кто из должностных лиц мэрии допустил подобное нарушение. Ну, есть вероятность, что речь идет о выделении участков под застройку, изменении статусов земель, которые касаются компании «Жилстройинвест», и, в частности, вот все истории вокруг застройки рядом с парком Гафури и непосредственно в самом парке, то, что сейчас касается АКФ. Надо отметить, что все эти решения принимались той самой чудесной мэрией Мустафина. Вот той самой, о которой льет крокодиловые слезы без конца Хабиров, и там памятники ставят, монументы возводят, и возводят очи горе, но, тем не менее, это та самая мэрия Хабирова-Мустафина, которая регулярно, как выяснилось, злоупотребляла полномочиями, принимая незаконные решения. Но это далеко не все. Также на прошедшей неделе Федеральная антимонтпольная служба приостановила аукцион по отбору компаний для капитального ремонта 12-этажного здания злополучного АйКью-парка. 87 с лишним миллионов рублей планировалось выделить на ремонт этого здания, чтобы там, значит, его запустить и присовокупить его к этому вот там кампусу и прочей-прочей билиберде, которую затевал Саша Сидякин вместе со своим другом Азатом Бардановым. Однако ФАС отменил и остановил этот процесс, углядев там нарушения. Нарушения, в частности, в части квалификации той компании, которая с подачи, судя по всему, и вероятнее всего, Саша Сидякина выиграла этот конкурс. Либо мадам Сараполова, которая там тоже рядышком пасется со всем этим делом, приложила свою руку. Я не знаю, кто из них принимал участие там в этих всех вещах, однако ФАС отменяет это решение, вернув все на исходную, и требуя переиграть этот конкурс. Еще одно решение контрольных и судебных органов. Арбитражный суд по требованию все того же ФАСа признал мэрию Уфы, опять мэрию Уфы, нарушивший закон в части распределения маршрутов общественного транспорта. Нарушения были найдены в сфере выделения особых привилегий в отношении Баши Автотранса и перевода почти всех маршрутов в категорию регулируемых маршрутов. И здесь суд и Федеральная антимонопольная служба углядела грубое нарушение закона. Чувствуете, да, какое количество нарушений в важных сферах? Транспорт, строительство, выделение земельных участков, распределение бюджетных средств. Все вот это творчество команды Хабирова. И везде здесь находятся нарушения. Деньги, деньги, деньги. В каждой бочке затычка США, в каждой бочке затычка Сарапулово. И еще некоторое количество вот этих людей, которые являются основной действующей силой в нарушении законодательства в различных сферах жизни Республики Башкортостан. Куда не сунешься, или мэрия, или администрация, или еще какой-то административный орган. Я уже не говорю про нарушения, многочисленные нарушения в министерствах и ведомствах. Далее, на прошедшей неделе стало известно, что имущество МОЭТа, нашего муниципального предприятия электротранспорта, уже в ближайшее время могут выставить малыми лотами на продажу и начать распродавать. Порядка 6 миллиардов рублей там оценивается общая сумма стоимости этого имущества. И вот это имущество начнет распродавать. Несмотря на все эти бодрые уверения в том, что уже вот-вот скоро к нам приедут, может быть, приедут и, может быть, скоро эти подержанные трамваи из Москвы, однако МОЭТ уже буквально на старте распродажи и абсолютно полного банкротства. Это тоже результат работы команды Хабирова, который три года не удосужился заняться МОЭТом так, чтобы в Уфе был полноценный электротранспорт с нормальным предприятием, с нормальным подвижным составом, который бы ездил, возил людей и приносил пользу. Нет, это неинтересно. Интереснее фестивалить, интереснее дарить майбахе певцам, а вот это все неинтересно. И вот сейчас, судя по всему, начинается некий этап пожинания плодов вот этого всего. Ну и не говоря уже, как говорится, о вишенке на торте, также на этой неделе Верховный суд отменил штраф стерильтамакской пенсионерки, которая в соответствии с указом ради Хабирова была задержана без QR-кода при попытке попасть в автобус и была выдворена оттуда из-за неподчинения полиции ее, значит, оштрафовали. Так вот, Верховный суд отменил этот штраф, штраф Хабирова, по сути, и отправил дело на дальнейший пересмотр обратно. В общем, это еще не все, перечисленное мною, из того, что было отменено только на протяжении предыдущей недели в отношении решения Хабирова. Складывается общая атмосфера, общее ощущение того, что что бы ни делала команда Хабирова, либо это грубейшее нарушение закона, либо это какое-то лукавство и какое-то хищение. Потому что иначе у них ни один процесс ничем не заканчивается. То есть, либо отменяется контролирующими органами, либо потом уже, когда не успели зафиксировать нарушение, уже ловят злодеев типа Беляева и прочих там Кучербаевых, которые сейчас под следствием находятся. Вот примерно общая картинка, которая описывает в целом команду Хабирова и уже трехлетнее ее пребывание в республике Башкортостан. Не могу не сообщить о том, что на прошедшей неделе стало известно о том, что Ольгу Сараполову пророчат теперь в заммэры. Ее на протяжении почти двух лет не смогли сделать главным архитектором. Не знаю, что уж там помешало, но есть у меня предположение, что у нее просто тупо не хватает квалификации для того, чтобы быть главным архитектором миллионного города. Но вот теперь ее пытаются сделать заммэра. Все на ту же тему. Значит, было бы устройство общественных пространств. Она у нас универсальный специалист по этому вопросу. Зачем Грекову нужен четвертый чиновник, который будет контролировать и строительство, и благоустройство, непонятно. Много вопросов к самой этой Сараполовой, которая на самом деле как бы как зайцу пятая нога, на самом деле, нужна в этой управленческой компании. Она, судя по всему, имеет ту же функцию, что Римма Бойцова имела вот при Сидякине вот эту вот Ольгу Сараполова. Они, кстати, и так, и по комплекции, и по форме, и по содержанию, в общем-то, очень близки друг к другу. Единственное, что у Сараполовой есть в руках очень интересный инструмент под названием Институт развития городов Башкортостана. Формально Ольга Сараполова не является владелицей этого предприятия. Но, однако, через это предприятие проходят огромные бюджетные деньги именно на вот это все благоустройство, которое потом не измерить, не померить. Деньги очень большие. А вот доля собственности в этом предприятии, замечательном институте развития городов Башкортостана, принадлежит близкой подруге Ольге Сараполовой, которая, кстати говоря, на постоянной основе проживает за рубежом. Очень интересная конструкция, правда, да? А по сути, по факту, здесь вот этим вот институтом развития, конечно же, рулит сама Сараполова. Вот такая вот связочка интересная. Еще про Сараполову рассказывают, как она любит бросаться громкими фамилиями, как она знакома с теми федеральными чиновниками, этими федеральными чиновниками. Но вот однажды произошел нехороший конфуз с господином Капковым. Есть такой урбанист от московской мэрии, господин Капков, он в прошлом, по-моему, вице-мэр Москвы, такой очень крупный чиновник федерального практически масштаба. И вот как-то Сараполова так, походя, упомянула, что она там чуть ли с ним не ближайшая подруга. А когда Капков потом приехал в Уфу, ему задали вопрос про Сараполова, он искренне удивился, кто? Кто такая Сараполова? Ну, да, нехороший конфуз вышел. Но, тем не менее, ради Хабиров, изо всех сил толкает, ну, судя по всему, не столько Хабиров, сколько Сидякин, толкает в мэрию вот эту, опять вот эту Сараполову, ее скамеечками. В мэрии уже Ольгу Сараполову прозвали таким обидным прозвищем «кошелек». Я бы от себя добавил, что это весьма такой обширный кошелек, по крайней мере, то, что мы видим в телевизоре. Кошелек очень обширный, ненасытный, и, судя по всему, ничего хорошего не сулящие нашему многострадальному городу. Ну, и напоследок, немного о ковидных ограничениях, которые у нас тоже менялись в республике в последнюю неделю. Хабиров внес изменения в свой указ, уж все сбились со счета, которое это изменение, и теперь нам запрещено без QR-кода и без вакцинации посещать торговые помещения площадью свыше 1000 метров, а это значит просто большие магазины. Но зато теперь сняты ограничения с ночных клубов. Теперь можно и ночью клубиться, и это все разрешается. Складывается ощущение, что вообще принцип назначения и отмены этих ковидных ограничений у Хабирова абсолютно рандомный, то есть случайный. У него есть какая-то шапочка, где лежат скрученные бумажечки, туда Хабиров периодически ссует руку, достает, ага, так, клубы разрешаем, бросает ее обратно. Кстати, бросает обратно, потом, если что, снова запретит. Достает следующую бумажечку и говорит, так, магазины свыше 1000 метров запрещаем. Так, транспорт пока не решил. Вот Татарстан через пару недель грозится ввести контроль QR-кодов на общественном транспорте. Это, конечно, абсолютное самоубийство. Ну, глупее ничего не придумаешь, то есть транспорт просто встанет и перестанет возить людей, либо люди просто будут имитировать контроль этих QR-кодов. Ну, водитель, что ли, будет проверять QR-коды? Он будет медицинскую информацию получать о своих пассажирах? Ну, перестаньте, не смешите, это же ужас какой-то. Ну, вот Башкирия пока думает, да, уже раздались рассуждения чиновников мэрии, что это невозможно, что это безумие, но Татарстан предполагает это ввести через пару недель. Однако есть и интересные правильные практики. В Удмуртии, например, будут вводить QR-коды для переболевших, для тех, у кого высокий титр антител. Не привитых, не там каких-то медотводов, а именно людей с высоким титром антител. Вот это, на мой взгляд, абсолютно разумно. Но, однако, это также притормозит вакцинацию, которая и так у нас идет ни шатка, ни валка. Вакцинация буксует, власти истерят, они устали тратить свои деньги, вот здесь я делаю акцент на слове «свои», на лечение этих несносных граждан. Власти России и регионов изнемогают от того, что ежедневно и еженедельно нужно десятки миллиардов рублей отдавать на здравоохранение. Они хотят всех вакцинировать. При этом недоверие к вакцине нарастает по мере проявления тех фактов, которые мы еще не знали вчера. Например, это процент заболевших вакцинированных. Он, безусловно, растет. Если буквально месяц назад еще речь шла о том, что заболевших вакцинированных 1-1,5%, то сейчас уже это где 7%, где 15%. То есть, помните, нам говорили, эффективность вакцины 98-96%. Но если 10% заболевших – это вакцинированное, то уже не сходится. Это уже не сходится. В общем, конечно, доверие к вакцинации снижается. Количество людей, заболевших и умерших, после вакцин неизбежно нарастает просто в количестве, в абсолютном количестве. Процент их, видимо, тоже растет, потому что, могу сказать, только предположить это, но у меня нет данных, но это, наверное, математически тоже верно. И, соответственно, конечно, доверие к вакцинации падает. Процесс настолько затянулся, что с наскоку, с гоп-стопа это сделать оказалось невозможным. То есть, если бы всех быстро напугали и заставили вакцинироваться в течение полугода, сейчас количество людей, отказывающихся от вакцинации, только нарастает. При этом власти усиливают давление. Уже пополнен список тех сфер, где люди как бы обязаны вакцинироваться. То есть, тоже законодательно совершенно непонятно, на чем это основано, но уже Хабиров опять какой-то список отраслей опубликовал, перерабатывающую промышленность, еще какую-то промышленность туда добавил, работники которых обязаны теперь вакцинироваться. Каким образом будут их обязывать, и есть ли какая-то ответственность за невакцинирование, неизвестно. Увольнять поголовно целыми коллективами ни один нормальный работодатель не пойдет. Это ни с 18 декабря, ни с 30 декабря никогда не пойдет. У людей и так нет работников нормальных. У нас жуткий, дикий кадровый кризис в стране. Они предлагают увольнять опытных людей с практикой, с квалификацией и так далее, только потому, что они не вкололи в себя какой-нибудь из спутников, тоже вряд ли это будет работать. В общем, конечно, это все заклинивает, и кризис вакцинации, безусловно, налицо. Власти завереют, власти вводят все более и более какие-то неуравновешенные меры, абсолютно спонтанные, то есть то он разрешит в ночных клубах, то запретит этот Хабиров, но вот теперь магазины. Ну, посмотрим. Как только ведут контроль QR-кодов на общественном транспорте, вот тут-то все и кончится, конечно же. Показательно, что сейчас правительство Российской Федерации готовит пару каких-то загадочных законов об вакцинации, видимо, ее в обязательных формах, потому что они поняли, что решения у губернаторов не работают. Было очень удобно Путину свалить все вот эти непопулярные истории на губернаторов, однако губернаторы оказались так бестолковы, ну, хотя бы на примере нашего родного Хабирова, что их решения вызывают только истерику и противостояние в регионах. Ну, единственная польза от этого только то, что в адрес Путина лично это не адресовано. Ну, как только правительство сейчас Российской Федерации примет новые законы об обязательной вакцинации там в той или иной форме, я думаю, что проклятие посыпется и в адрес Владимира Владимировича. И чуть не забыл сказать, что в ближайшее воскресенье у нас все-таки состоится очередной 46-й стрим. Я надеюсь, что все получится, потому под вот этим видео пишите свои вопросы. В воскресенье с утра я их обязательно все посмотрю и поговорим. Подключайтесь в воскресенье, как обычно, в 9 вечера по уфимскому времени. 46-й стрима «Открытые политики». Поговорим, есть что обсудить, есть много новостей, много интересного. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!